всем привет с вами кекс и сегодня мы делаем вот такой очаровательный тортик в стиле микки этот тортик я делала для подружки у ее крохотной дочурки был вот годик буквально вчера вот такой он был в разрезе остатки тортика уплели очень быстро поэтому советую и вам такой тортик попробовать собственно я сейчас вам расскажу как я его делала полностью от и до и с рецептом и уже уточню как я его именно украшала собственно я не буду разногольствовать здесь я делала два маленьких бисквита форме на 24 сантиметра у меня здесь бисквит на если я не ошибаюсь на три крупных яйца или четыре небольших у меня были с 0 поэтому очень крупные мне достаточно батрюхи из форме 24 и у меня здесь еще на пол порции моего шоколада на кипятке который тоже у меня есть рецептах здесь на одно яйцо то есть если вы смотрели рецепт кто не смотрел посмотрите или перейдите по ссылочке и попробуйте тоже очень очень вкусно один у нас получился ванильный 2 супер шоколадный то есть у нас такой сбор вкусов будет видите вот какой рыхлый шоколадный насыщенный собственно я оставляю нижние коржики наши это будет у меня низ и верхушечка шапочки от наших коржиков я прорезаю и где-то наверное по 2 сантиметра они у нас будут в ширину то есть я делаю такими квадратиками буду складывать нижнюю часть нечто похожее на пинчер то есть смотрите сами просто мне захотелось сделать вот такую вот интересную комбинацию и мой тортик будет уже совершенно новым это не пинчер а что-то совершенно другое ну собственно прорезаем так наши все кусочки те которые остались такие маленькие треугольнички если конечно вас не будет хватать чтобы заложить все то вы их можете использовать но у меня они потом уйдут на картошку все что у меня останется я потом измельчу и этим же буду выравнивать свой тортик то есть безотходное производство и точно так же проделаем с нашим белым бисквитиком точно также абсолютно тоже вот видите все квадратики все все полетело обратно в мисочку этот тортик интересно тем что навряд ли его кто-то делал еще этот рецепт я просто суммировала вкусами с разных тортиков что мне захотелось попробовать и что я считаю любят в той семье которую я это готовлю но также это можно предложить и клиентам не забываем обязательно пропитывать у меня пойдет на низ белый бисквит потому что он у меня был чуть-чуть толще получился чем шоколадный и поэтому я решила белый положить на низ здесь у меня взбито если не ошибаюсь 400 450 грамм сметаны с сахаром просто ничего другого сметана с сахаром и немножко ванильки вот то есть самый простой сметанный крем вам не обязательно там добиваться какой-то густоты определенной чтобы это был какой-то плотный крем он все равно у нас практически полностью впитается это такое своеобразное в общем как у пинчера пинчере практически не остается крема так как он полностью у нас впитывается вы знаете я люблю собирать все свои тортики в кольце поэтому я одеваю кольцо и выкладываю наверное меньше чуть меньше половины крема на самую нижнюю часть выкладываю чтобы она у нас полностью закрыла эти порки то есть была такая у нас кремовая прослойка внизу у меня будет банан кусочками я считаю что банан очень очень круто сочетается в пинчере поэтому я его решила и здесь добавить очень очень интересно получается банан можно было смешать отдельно в тарелочке там со сметаны немного и выложить но я решила не заморачиваться то есть мы просто прорезаем один целый банан на глазку кусочками то есть как вам нравится какие кусочки вы хотите ощущать тортики такие и нарезайте наверх выкладывающего крема чтобы как раз это вышло у нас половина крема и распределяем наши банановые кусочки по всему тортику как раз у нас банан полностью покроется сметаной а сметана кисловатая поэтому он у нас не потемнеет на самом деле сюда можно использовать и сливки то есть если вы покупаете там большую кучу сливок и у вас она есть то есть можно абсолютно спокойно использовать сюда сливки почему нет но у меня была и сметана и сливки поэтому я в этом тортике так сказать и со можешь мне его потом кушать делала такое чтобы мне нравилось и гостям обязательно понравилось я всегда пинчер выкладываю не насыпи перемешивая с кремом а именно выкладываю как в шахматном порядке он туда очень красивый в разрезе получается как шахматами если я делаю именно пинчер то я вот получаться вот этих вот кубиков делаю в два ряда а здесь у меня будет только один ряд поэтому как бы она не сильно будет там видно что это шахматы но если вы сделаете в два ряда и как бы на черный положите белый ну то есть абсолютно шахматном порядке очень очень красиво получается в разрезе собственно делаем так весь наш круг и я слегка вот тут внутри на внутренней части увлажняю его кремом чтобы больше крема питалась и он был более сочным и не так много его осталось у нас наверх потому что наверх я буду уложить штучки которые не должны меня прям супер сильно промокнуть поэтому мне нужно чтобы крем именно сметаны остался в нижней части торта то есть нижняя часть у меня получается отдельно верхняя отдельно и сочетание очень интересно и очень вкусно ну собственно тут дальше ничего такого сложного выкладывать и не заморачивайтесь дальше просто весь круг наш нам нужно заложить довольно плотненько не забывайте нужно укладывать довольно плотненько видите вот я все уже выложила и остатки своего крема полностью просто выкладываю кто кстати не видел как делается сметаной крем можете тоже перейти посмотреть у меня видео там есть я уже не один раз делала вот так что смотрите я сейчас этот крем размазала и поставлю буквально на полчаса в холодильник пока я буду заниматься там лепкой других вещей поэтому чтобы у меня немножко сметанный крем впитался буквально чуть чуть мне не нужно дождаться пока он полностью впитается но слегка чтобы он у меня ушел чтоб сверху не плавала наверх я буду сыпать вот такие вот интересные шарики это завтраки кукурузные шарики такие вот в этом моем тортике они будут играть скорее декоративную роль чем какую-то такую прям интересную вкусовую смотрите если вы хотите чтобы эти шарики у вас остались хрустящими то есть вам нужно использовать допустим там какой-то масельный крем будь то шарлот или такой как карамельный мы с вами использовали тогда эти шарики у вас не промокнут а останутся хрустящими что будет у вас в тортике тоже очень очень интересно я вначале думаю что у меня не уйдет целая пачка начала так аккуратно ладошкой усыпать а потом смотрю что мне хочется чтобы там было много и в два слоя тогда мне кажется будет очень интересно в разрезе вот эти вот шарики вот поэтому у меня ушла целая пачка вот я высыпала целую пачку разравниваю ее по всему тортику напоминаю что тортик у меня здесь 24 сантиметра в диаметре именно были коржи а сам торт у меня получится где-то 26 то есть со всеми уже моими манипуляциями 26 очень вкусные шарики и вот эти вот так люблю так что пару штучек можно скушать так что нам дальше нужно дальше у меня здесь сливочный мусс с какао точно такой же как я делала на шоколадный герман можете перейти посмотреть в моем видео чтобы я десять раз не рассказывала одно и то же точно точно такой же мусс здесь у меня на пол-литра сливок на пол килограмма сливок у меня здесь этот мусс вот поэтому посмотрите и чтобы вам все было понятно если вы знаете как это делать то сделайте какой вам нравится мусс и аккуратненько разравниваю чтобы мои шарики не поплыли в какую-то одну сторону поэтому раскидала свой мусс по всему тортику он еще у меня жидковатый желатин я уже туда добавила и вот так стряхну чтобы мой мусс нырнул туда под шарики и скрепил их между собой чтобы они у меня потом не разваливались а именно держались кучки и теперь осталось нам только для тортика перед тем как поставить его в холодильник чтобы он остыл накрыть его верхней шапочкой то есть вот мой шоколадный бисквит белый мы ложили на низ вот а вот остатки моего шоколадного бисквита то есть абсолютно безотходное производство и реально небольшие затраты на этот тортик но сам торт получился очень очень интересный и мега вкусный на что услышала очень много комплиментов так что обязательно и вы попробуйте накрывая своей верхушкой тоже увлажняю незабываем увлажнять вверх здесь у меня пропитка сахар вода и немного коньяка то есть нас больше кушала взрослых чем деток ну коньяка я добавляла коньяк добавляла в кипяток когда заливала сахар поэтому сам алкоголь больше испарился но остался такой интересный привкус коньячный поэтому можете добавить ром можете вообще ничего не добавлять можете добавить немножко ванильки туда и просто сахар с водичкой я всегда мешаю по вкусу так что вы знаете я свои тортики всегда пропитываю ну собственно процедура дальше такая же как и всегда у меня накрываем и отправляем в холодильник и отправляем слегка под пресс на хотя бы на минут 15-20 а потом нужно отправить наш тортик в холодильник до застывания мусса собственно вот тортик я достала и уже покрыла картошкой выровняла его предварительно картошкой свои тортики уже показывала как я их выравниваю тоже посмотрите в моем видео поищите я не хочу просто свое видео очень делать длинным хочу рассказать все все как я делала этот тортик и целиком поэтому кто не знает как это делать просто посмотрите и вот точно также еще выровняла сверху шоколадом сожалению светит лампочка поэтому не видно нормально ничего очень сильно отзеркаливает но я думаю вы сами знаете уже у меня как выровнять торт шоколадом тоже там видео про выравнивание все есть смотрите собственно вот наш выровненный тортик я его так оставила на несколько часов чтобы он у меня хорошо там про держался и уже нужно начинать украшение то есть первое что мне нужно сделать это будут мои уши ну как сказать мои уши уши микки вот то есть для ушей я использовала свою цветочную мастику о которой я уже тоже неоднократно рассказывала там посмотрите видео она просто очень быстро высохнет и у меня она как бы была поэтому поэтому использовала именно ее раскатываете ее пласт где-то толщиной 3 миллиметра вот у меня кстати повезло меня есть наборчик вырубок вот таких вот они с одной стороны ребристый другой просто ровненькие очень помогает если вы кексы украшаете поэтому я вырезала самым большим овалом вот таких вот два кружочка и буду вставлять туда по две шпажки чтобы мои ушки не падали то есть одну я решила что мне мало будет и решила вставлять две шпажку вставляем придерживая пальцем чтобы она у нас не прорвала мастику и слегка прокручивая шпажку я немножко увлажняю водичкой сам вот этот вот кончик макаю в рюмочку и начинаю прокручивать потом нам ушки нужно будет положить чтобы они просохли ушки кстати можно было покрасить сразу в черный цвет но вы сколько не добавляете черного цвета он вас никогда не получится настолько насыщенным и ярким если вы не покрасите сверху поэтому я решила даже не заморачиваться красить внутри вот и решила просто покрасить свои ушки сверху вот мои ушки полежали буквально там часа ну может полтора может чуть меньше я добавляю немножко водки и немножко буквально капли две супер black americolor у меня две капельки туда добавляю я думаю это будет достаточно у меня там 10 грамм водки так что водка у нас не переживайте она у нас испарится и останется только один насыщенный цвет поэтому и делают все с водкой то есть она очень быстро испаряется не оставляет ни запаха ничего я попробовала что у меня не прозрачный свет остается и начала разукрашивать свои ушки ушки я буду покрывать в два слоя то есть у меня слегка подсохнет один слой и потом я намажу на второй то есть они меня до утра я их делала с вечера до утра не у меня полностью высохнуть никаких проблем не будет и будут чисто черные мои ухи если вы видите сейчас еще немножечко просвечивается белый цвет то потом не будет если когда я уже перекрою второй раз вы видите сбоку у меня стоит розовый бант но он не совсем розовый я туда добавляла красный краситель но вот тоже от не не дается вот такой прям насыщенный цвет прям такой как в мультике вот показывает что прям яркий мультяшный такой цвет поэтому и бант я тоже буду красить сверху то есть здесь мне нужно именно добиться супер ярких цветов а с этим бороться можно только не ну конечно кого есть аэрограф вам несказанно повезло пожалуйста красьте сверху я пока аэрограф не купила поэтому крашу именно так собственно начнем дальше уже наши уши там где-то сохнут а я заканчиваю тортик то есть для того чтобы закончить тортик у меня будет отдельно боковушка красная отдельно у меня будут такие белый белесые потеки вроде бы как здесь я просто точно также раскатываю белую мастику это у меня будет боковушка раскатываю по толщине как вам нужно то есть как вы пользуетесь и я в принципе катают где-то где-то в принципе 2 миллиметра толщиной я толстую мастику не люблю и людям такую не предлагаю это лишний вес так что вот так вот здесь я тоже буду покрывать сверху красками поэтому на самом деле считаю что так может даже и лучше что меньше красителя на самом деле добавляется и меньше красителя съедается что мне кажется даже не полезнее но не вреднее это точно раскатала я в длинный пласт что-то здесь немножко у меня видео подтормаживать не знаю чем это связано попробую рассказать он раскатала я в общем свой длинный пласт и сбоку подровняю чтобы у меня прямая верхушка была чтобы никаких горбинок у меня не осталось подровняла что так плохо плохо видно собственно свой тортик я еще немножко увлажняю водичка просто ничего и просто водичка кисточкой не сильно много чтобы у вас потом не поплыла мастика но тоже время чтобы она приклеилась и беру аккуратненько просто так приклеила сильно не тяните за мастику чтобы она не растягивалась если вы просто только сделала и начала сразу это делать поэтому она у меня еще очень мягкая немножко подтягивается поэтому стараюсь очень аккуратно если здесь у меня вышло так что у меня точно точно вот просто я как знала отрезала что у меня как раз она до самого до самой подложки бывает такое что он у вас больше то есть это наоборот так мне кажется даже лучше внизу обрезать так как я показала как покрывать тортик мастика прижимаете и вокруг обрезаете то есть мне кажется так даже будет лучше вам я здесь не подсчитывала ничего просто на глаз так отрезала толщину она оказалась точно такая же в тортике как мне нужно не забываем выровнять какие-то стыки все что нам нужно все заглаживаем чтобы она все осталось ровненьким вот видите я обрезала где-то у меня там было все-таки внизу маленькие ненужности выравнивать кстати могу бесконечно потому что никогда не добьешься просто той идеальной гладкости которой хочется все время хочется чуть чуть ровнее вот здесь чуть чуть не хватает поэтому затираю очень долго а вы уже смотрите потому как выровняли потому и смотрите вот то что я вам говорила я здесь вы видите покрываю красителем точно так же водка здесь у меня был сухой пищевой краситель красный если я не ошибаюсь германский присылали вы видите у меня сверху здесь на одной части специально как бы сняла что не достает капелька до верхушки здесь в моем тортике я считаю что это будет абсолютно не проблема потому что сверху у меня будут потеки которые будут выходить на низ тортика поэтому они у меня перекроет все вы видите вот я показала это у меня разведенный краситель с водкой которым я вот перекрываю и он останется таким же ярким еще и даже останется блестящим и очень красивым на тортике так что попробуйте его единственный минус этого всего что если лезнуть тортик сверху то останется красный язык вот это единственный минут что берется от языку то есть если вы краситель добавляете мастику он киосику не берется а здесь берется это единственный минус но цвет намного ярче то есть смотрите уже как именно вам нужно в данном тортике если нужно людей предупреждать и видели у меня Это был маленький пузыречек воздуха, который я проколола, и затираю, и ничего у меня не осталось видно. Вот это мой диаметр тортика. Я чуть-чуть вот прижала, чтобы у меня отпечатался диаметр. Вы чем хотите, тем и отмеряете, хоть линейкой, хоть чем угодно. Просто вам нужен именно верхушка, ваш диаметр торта, чтобы вы понимали, как вам нужно раскатать, и после чего вам нужно делать ваши прорезы. Девочки, я сделаю просто ножиком. У меня за ножиком немножко тянется мастика, поэтому решила попробовать новый вариант, как сделать вот такие вот именно потеки. Смотрите, может и вам понравится, пригодится, поэтому пробуйте. Вот, собственно, я по всему тортику вырезала вот такие вот кружочки. То есть весь тортик у меня в таких вот кружочках. Собственно, диаметр верхушка, срединка, точнее, это у меня диаметр торта. И теперь я этой же вырубкой просто вокруг прокатываю, и у меня сразу обрезаются, и остаются вот такие вот кружавчики. То есть я сделала дырочки, и вокруг просто оп, и у меня остается вот такой вот уже сразу готовый потек, где не нужно подрезать. За ножиком почему-то у меня цепляется и тянется мастика, и не получается настолько ровный срез, как мне хотелось. А вот с этой штучкой, какие угодно, причем вы же каждый раз прокатываете по-разному, поэтому у вас каждый раз новые потеки, все разные, они же не могут быть одинаковые. И просто выложите наверх, можно немножко увлажнить шоколад сверху, и ложите наверх наш кружочек. Приклеивайте наши потеки, у меня просто была еще намазана водка, она еще не подсохла, поэтому они у меня отлично пристали сами по себе. А так у меня водка высохнет через минут 10 где-то, вот, поэтому я за это совершенно не переживаю. Уже устала немножко говорить, что еще хочу рассказать. Вот я вырезаю просто насадкой для кондитерского мешка, другой стороной кружочки. Эти кружочки я буду клеить на красную часть, то есть на боковушку тортика. Я вначале их приклеила белыми, а потом мне показалось очень много белого, потому что белые вот эти вот потеки. И я просто кисточкой, у меня остался черный краситель от моих ушей, и я просто кисточкой еще эти кружочки накрасила в черный цвет. Мне захотелось их сделать черными. Покажу еще, у меня вот такой силиконовый молд для буковок на Али покупала, если кому-то будет интересно, могу ссылку сбросить, где я именно брала, кто из Украины, может кому пригодиться. Довольно дешевое что-то, кривен там, 60 чем-то я брала. И вот я прижимаю туда, обязательно обратную сторону, слегка припудриваю крахмалом, чтобы она там не пристала у нас намертво, и не пришлось выковыривать. Прижала и просто придерживая пальцем срезала под уровень моего силикона. И оказалась вот такая вот у меня буковка на руках. То есть на самом деле не очень сложно. Мне, конечно, может хотеть, чтобы буковки были чуть-чуть крупнее, может кому-то повезет и у кого-то будет покрупнее. Но на тортике смотрится под размер, так как нужно. То есть больше не всегда нужно. Вот вы видите, срезаю. Если вот вы видите, я чуть-чуть не захватила, взяла еще раз просто срезаю. То есть добиваюсь, чтобы у меня вышло под уровень. И тогда у меня получится такая буковка, как мне нужно. Чуть-чуть сверху я вот так вот затираю, чтобы у меня сгладились бока и среза, не было видно. Поэтому крахмалом сверху чуть-чуть затираю. Хотите, пользуйтесь сахарной пудрой. Некоторые девочки пишут, что, о ужас, как вы делаете с крахмалом, это невкусно. Не вопрос, пользуйтесь сахарной пудрой. Если вам с ней удобно бороться, пожалуйста, никаких проблем. Там есть такие тоненькие буковки, типа как Е, с тоненькими такими штучками, которые, если мастика хорошо уже в пальцах я помяла, она мягкая и они немножко подтягиваются. Вот, поэтому я, когда уже буковку выкинула, я ее немножко подправляю зубочисткой или шпажкой, чтобы она была у меня ровненькая. На тортике потом она нормально смотрелась. Девочку, кстати, зовут Микаэла, поэтому как бы Мики тортик в стиле Мики. Вот, смотрите, какой вышел у меня торт. Ушастый, такой яркий и красивый. Собственно, смотрите, на моих потеках я вот сделала такие черные насечки. Это вот уши мои стоят на шпажках, которые я подрезала под уровень торта. Где-то, ну, минимум должны 5 сантиметров быть эти шпажки, чтобы у вас не перекосило уши. И просто, вы видите, разложила сверху ленточку, сделала как для банта. Бант у меня уже стоял готовый, я показывала уже, как банты делать. Вот моя надпись Мики Годик. Вот то, что я говорю, черным я разукрасила сами свои вот эти вот кружочки. И сделала на потеках вот такие вот для объема, для большей мультяшности, такие ободочки. Чтобы, мне кажется, так объемнее и интереснее будет. Мне показалось сзади немножко пустовато. У меня было немного красного айсинга. И я просто поставила красные точечки, чтобы у меня место не пустовало. И этим же айсингом я внизу просто обошла свой тортик. Собственно, это получился очень яркий, красивый и очень-очень вкусный торт. С вами был Кекс. Подписывайтесь на мой канал, на мою новую группу ВКонтакте. Буду очень рада вашим отзывам. Ставьте пальчики вверх, если вам понравился рецепт. Пробуйте, фантазируйте. Я уверена, что у вас точно все получится. Если у меня получается, то у вас тем более. С вами был Кекс. Пока-пока.